Микс Ньюз Утро на Болгоме Доброе утро, мы продолжаем, вернее, наше утро, вторая часть Будем говорить про велосипеды Велосипеды не простые, а велосипеды грузовые Да, у нас в студии уже вам известный, хорошо знакомый Олег Столяров, глава велокурьера И руководитель ассоциации велосипедного движения Вестер Силный, здравствуйте Доброе утро Про грузовые велосипеды сейчас, говорите, самое актуальное время Это сезонная такая штука? Для велосипедов сезона вообще нет Ну, это вот так Ну да, так что Это вот как-то заядлые велосипедисты нам уже внушили эту мысль Нет, ну это то же самое, как поездка троллейбуса Но нету сезона, надо и поехал Так же машина пешком и так далее Меняется только одежда или какие-то там принципы Зимние колеса и так далее Почему сегодня говорим насчет грузовых велосипедов? Потому что люди пока еще не знают Обшим, я думаю, не знают, что это такое Для чего они, надо ли их Какие возможности и так далее И поэтому мы уже, я бы сказал, немножко заранее Насчет этого говорим Потому что, ну, например, в Дании 25% семей, у которых 2 дети Есть грузовой велосипед Ну, грузовой пассажирский, так называется Значит, ну, это много Зачем простым семьям грузовые велосипеды? Что они там перевозят? Зачем простым семьям машину, если это можно сделать все пешком или на велосипеде? Даже вот так и поставлю Не все, можно сделать Да, но в машине тоже не все И на велосипеде тоже, конечно, не все Но на маленьких дистанциях проще, быстрее, здоровее на велосипеде Рояль можно перевезти на велосипеде? Нет По частям По частям, да Но рояль не можно тоже автобусом, троллейбусом и не в легковой машине Пианино тоже нет? Извините Пианино Пианино на легковой машине тоже нет Да И поэтому в каждом случае есть свой лучший, логичный транспорт Нету самого лучшего Есть просто логичные, экономические и так далее И поэтому есть грузовые велосипеды Ну, например, пару фактов Если средний груз Сейчас очень увеличивается электрическая коммерция или э-коммерция Покупают люди всякое в интернете и так далее Средний вес э-коммерции 500 грамм Чтобы отвезти 500 грамм надо машину? Нет Пешком? Ну, долговатой, возможно, дистанции побольше А велосипедом, ну, вовремя, да И, например, средняя скорость сейчас в Европе в городах 18 км в час Но тоже велосипед даже быстрее Да, но мне кажется, для 500 грамм это меньше, почти полкилограмма Полкилограмма не надо для этого грузовой велосипед? Конечно Нет Но логика такова Если я для себя везу, точный грузовой не нужен Но если я как курьерская почта или тем зарабатываю Тогда у меня таких маленьких пакетиков будет 10, 20, 50, да, и тогда уже нужно Олег, известно, что велокурьер стал первым распространителем популярной датской фирмы грузовых велосипедов, да? Да, ну Расскажите об этом Во-первых, мы не хотели быть даже представителями очень сильно Просто датчане приехали на чемпионат мира Познакомились с нами Они нам предложили Говорят, вы не хотите Почему предложили? Потому что мы уже 3 года экспериментировали с грузовыми велосипедами Очень успешно Сначала было очень трудно психологически себя взломать Потому что, кажется, на машине всегда будет удобнее И мы 3 года работаем И удобно возить Очень удобно Очень хорошо по городу можно передвигаться И очень хорошо можно подъезжать прямо к дверям Вот это очень много мы во времени выигрываем Потому что ты подъезжаешь У дверей заберешь Прямо у дверей заберешь И прямо к дверям подходишь Лавировать по городу на грузовом велосипеде легко Во-первых Вы же по тротуарам ездите? Или нет? И так, и так И так, и так Даже лучше ехать по проезжей части Чтобы по тротуару не мешать людям простыми Дети очень много на скриптах, следах На самокатах катаются Да, и вы знаете, друг другу мешают Куреры опытные Мы идем на Во-первых, идем на магистраль Да, на улицу И еще я хочу сказать Что мы все-таки очень работаем С электрическими Ну, подсобными двигателями Я имею в виду Где 75% ноги Да, и только 25% электрически И практически мы полностью идем В одном плосмо Это в одном Потоке Да, в одном потоке с машинами И мы пробок не задаем Поэтому мешать городу Там в таком Ну, реальной ситуации Мы не мешаем Ну, и грузовой велосипед Он Мне кажется, это морально Психологически Надо себя просто перебороть Потому что кажется Что это очень сложно Кажется, что очень трудно И кажется, что это невозможно Да Любой может Любой велосипедист Можешь кататься на грузовом В велосипеде Ну, в любом велосипедном Ну, или вы новый велосипед купите Вам нужна сноровка Ну, без сноровки не получат Здесь вот та же самая сноровка Минус Мне кажется, минус цена Потому что они дорогие Вот вы знаете Я перед этим Вот как мы начали распространять Эти велосипеды Даски Дорогие велосипеды Я зашел в интернет И думаю Ну, надо подержанное Люди спросят А где можно купить Ну, я не могу купить Даски Дорогой Давайте-ка я Ну, подешевле Можете помочь? Я же велокурьер Я не продавец Понимаете? Вот Ну, я залез там В литовский сайт В польский сайт В литовский сайт А их нет Просто Подержанных нет Ну, как нет Ну, не может быть Я уже в немецкий сайт лезу А там два-три велика стоят То есть на сайте объявлений Когда люди продают Тоже нет? Да, нет Очень мало Понимаете? И цена такая Как нового почти Думаю, что Ну, это же не верится Уже я Уже и так, и так Потом все Думаю, ну, почему так? Вот, знаете, объяснить не могу Может быть, вестерн объяснит Но я вот так Я этого и не понял Нет, ну, там есть Объяснение Потому что Понятно, что он дорогой Каждый человек не покупает Значит, оборот Таких велосипедов Не такой, как у простых Обычных велосипедов И массовое производство Да Не такой массы Да И получается то, что Ну, например У меня есть грузовый велосипед Уже пару лет Да Детей везу каждый день У меня сегодня в костюм В грузовом велосипеде стоит Ну, как у машины Да Компьютер В ящике Ну, все, как у легковой машины Да У меня там есть Да И когда дети вырастут Вопрос становится Надо ли мне этот грузовой Или нет Возможно, я продам А что, продать его Его очень просто продать Потому что цена Все время высокая И те, которые захочут Новые семьи Да Они лучше будут купить У меня, там, не знаю 300 евро дешевле Чем новый Потому что он уже так В хорошем состоянии Да И поэтому их очень быстро Раскупает Если сразу показывается Где-то в интернете Сразу кто-то купит Да, давайте примем звонок Пожалуйста, здравствуйте Слушаем Доброе утро Доброе утро Доброе утро Наконец-то вы попались Так Знаете Я не буду комментировать Велосипедистов вообще Это отдельная история Мне хотелось бы поговорить Именно вот с вами Как с представителями Уже обширной сети Велокурьеров Как вы считаете Должна ли быть У велокурьеров Повышенная ответственность По сравнению С обычными велосипедистами Объясню почему Потому что, например Если водитель-дальнобойщик Нарушает правила Установленные Для грузовых автомобилей То фирма плачет штраф Около 10 тысяч евро И вот мне интересно Как вы считаете Должна ли фирма Которая предоставляет Услуги велокурьеров Отмечать за нарушение Правил дорожного движения Велокурьерами Простой случай Еду я по улице Лилырбес Еду с светофора Езжаю В спице В сторону Со стороны Юрмала Это у меня Маленькая дорожка И у меня Прямо перед носом Раскакивает Велокурьер Если бы я его сбил Кто бы Сидел в тюрьме Я извиняюсь Мне дополнительный вопрос Это уже Когда вы Поворачивались В спице Или на Лилырбес Езжок Я ехал По Ульмане Гатва И повернул На Лилырбес На зеленый Сигнал Светофора И вот Уже На зеленый Сигнал Светофора Я проезжаю К спице По Лилырбес Еду В сторону И с правой стороны С правой стороны Там есть такая дорожка Натопканная И по ней Выскакивает Велокурьер Ну я Велокурьера Наверное могу Отличить Как вы догадываетесь Да Просто от велосипедиста И вот он у меня Проскакивает Прямо перед машиной Минуточку У меня машина Была весом Три с половиной Тонны почти Ладно Не три с половиной Три тонны Но Достаточно Мощный двигатель Если бы я Не успел бы тормозить Я бы его Наверное Просто размазал Сидел бы В этом случае Я Нет Ну там смотря Какая ситуация Нет Ну там Конечно Надо Подробно На место Но у велокурьера В ответственность Есть смотря Какой фирм Почему Потому что Есть принцип Который Я не назову Имена Компании И так далее Но принцип такой Что Каждый курьер Как самостоятельный Пашно Дорбината Да Самозанятый Самозанятый Это один принцип Как работают Компании Да И не только курьеры Всякие Другие компании Да И есть принцип Где все работают В этой фирме В этой компании Да И компания Платит налоги Страховки Все 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 остальное Да Так что Ответить за всех Курьеров За всех Курьерских компаний И не только курьеры Компании Сразу нельзя Да На конкретную ситуацию Тоже Ну сейчас Так просто По радио Ответить нельзя Потому что Надо понять Ну а вообще Вот так В общем работаете Вы с тем Чтобы велокурьеры Соблюдали правила Дорожного движения Ну конечно Потому что Бывает что Полития Аштрафует И так далее Как любых Других Тоже Ну знаете Я вообще отвечу Бывает я нарушаю Правила А сам Когда еду на велике Я снимаю Велокурьерскую форму Снимаете? Снимаю В смысле До того Или Я просто Я одеваю Какую-то старую куртку Ну все Чтобы я не был Как велокурьер И тогда я нарушаю Как велокурьер Вы не нарушаете Как велокурьер Я их не нарушаю Почему? Ну потому что Сейчас много Видеорегистраторов Есть И тогда Люди на видеорегистратор Ну снимают И присылают Ну на Делфи Или присылают Нам на курьер И мне стыдно Вот А когда я в форме Я не нарушаю Тогда я стараюсь Не нарушать И если вот Кто-то видит Что нарушает Ну надо просто Позвонить на ферму Вот позвонить На велокурьер Телефон же доступный Да Тем более он не платный Да И просто сообщить Что в то В то такое время Там кто-то очень нарушал Да Или ну в нагло ехал Вот мешал водителям Да У всех У курьеров У наших курьеров Что будет тогда? У наших курьеров На GPS датчике есть На всех На всех На всех Мы проверяем Действительно ли это факт По GPS датчику По времени Был ли он там Могут и настучать Вторая тема Что люди Ну как Вестерс говорит Очень много фирм Есть еще фирмы Которые Возят Продукты Продукты Они не на работе Понимаете Им дают форму Они вообще Сами по себе Работают Когда хотят И у них рабочего времени Нет туда Это проблема А он может надевать форму В нерабочее время? Наши курьеры Да Они могут ездить Потому что у нас Но он как бы Становится сразу на работе То есть он как полицейский Надел форму Снял Пошел домой На форме На две На две На две Я тоже Форму вечером Потому что вечером Может быть вызов Но наши ребята Не нарушают Надо понять Что у нас В его курьере Это очень Старая Старая контура На 20 лет Да И у нас Даже на рабочие места У нас очередь стоит Давайте мы Мы можем справиться с этим Пожалуйста Слушаем вас Назевайте наушники Олег Слушаем пожалуйста Доброе утро Доброе утро А в Китае Ведь эти Трехколесные велосипеды Там давным-давно И это удобно Тоже для наших Дачников Огородников Наверное Все-таки Велосипед Дешевле Чем машина Стоит Спасибо Ну это правильно Да Ну и поэтому Почему Очень большая Тенденция Европе Ну как Мест становится Меньше И дороже И что То же самое Место Использовать Намного Много раз И эффективнее Надо к чему-то Другой И машина Точно Неэффективная Дорого Стоит И загрязняет Поэтому города Борются Против Это загрязнения Шума Против тех Которые Занимают Много места И делают Мало Дела Ну просто Это экономика Это не какая-то Что велосипедисты Чего-то захотели Сколько Ежегодно Надо Платить Страховку За велосипед Ноль Ну если хочешь Можно Но так Обязательно Нету Сколько Стоит Техосмотр Велика Ноль Дорожный налог Ноль Ну дорожного налога У нас нету Я и говорю Да И все Посчитать вместе Если даже Вы купили машину А она стоит В гараже Чтобы все Обязательные Которые За год заплатить Да Уже вы можете Два велосипеда купить Да Ну может быть Чтобы слушателям Было понятно И я тоже Для себя хочу Прояснить Вот в старой Риге Мы видим Рикши Которые возят Туристов Да В том числе Ну они такие Велотакси Да Своего рода Вот это является Грузовым велосипедом Грузовой Грузово-пассажирский Я бы так называл Да Потому что Это типично Пассажирский велосипед Да Ну например Как мой В котором сегодня Приехал У него есть ящик Которым можно Любой груз поставить Ну по размерам Да И есть сидение Складное Если не надо детей везти Я его Сидение открываю Вот пассажирский Закрываю Грузовой Да А хранить его Как Так же на балконе Можно Конечно Грузовый велосипед Это есть Минус Что у нас Минус Да Потому что У нас Очень много людей Живёт в квартирах Да 70% В Риге Да И поэтому Логично Квартиру Никак 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 Да Лифт Квартиру Никак Это гараж Это частный дом Это какой-то Логичный Нормальный подвал Где не надо Велосипед нести Потому что Есть трёхколёсные Двухколёсные Велосипеды Есть четырёхколёсные Сейчас Очень много Даже Мировые Большие компании Как DHL DPD Остальные UPS Покупают Грузовые Велосипеды Потому что Это намного Раз Дешевле Быстрее Это просто Экономика Это ничего Такое Принувальное На улице Такой Не оставить Почему вы сказали Что там есть коробка Где вы храните Вещи Какие-то Свои личные Ну как Ну в машине Тоже вы Когда свою Ручную сумку Не останавливаете На ночь Но на ночь Всё равно Не оставиваете Такие вещи А велосипед Стоит на улице Можно на велосипедной Парковке Прицепить И так далее И то же самое Я бы сказал Как любым С велосипедом Но одно Другое То что Он Не такой Чтобы украсть И завтра Просто продать Ну так Просто не продашь И сразу Послезавтра Все увидят Да У нас в гостях Представители Фирмы Велокурьер Олег Столяров И въезд Турсил 672-12-939 672-13-939 У нас есть звонок Еще один Пожалуйста Надевайте наушники Здравствуйте Доброе утро Доброе утро А я вот тоже живу На этой планете Вот В реплику Вашего Гостя предыдущего Да Что налоги Надо уменьшать Вот Сколько я живу За наше время Я не видел ничего Чтобы что-то стало дешевле И что-то стало меньше Да Я вот уверен Вы как бы Молодец Да Я тоже за активный образ жизни Велосипед Это очень хорошо Ну Вы реально Вот вредитель Как вы говорите Государства Не плачете ничего Я уверен Что время придет Что включат налог И на велосипеды Придумают Вот Вопрос просто Когда он будет Прогнозировать Нет Вот Вопрос у меня такой Вы не знаете В какой-то стране Может быть уже есть Это Наши быстро Вот это подхватят Да У меня есть ответ Ни в одной стране Такого нет И не будет Почему Потому что Если вы посчитаете Все плюсы Передвижения велотранспорта И все минусы И также все плюсы Передвижения автотранспорта И все минусы Так автоводители Ни в одной стране Мира Не платят Такие налоги Что ихняя инфраструктура И все минусы Могли бы Посчитаться О ихних налогах Ни в одной Например Скажите пожалуйста В каком месте Вы как автоводитель Оставляете деньги Только Макдрайв Где вы подъезжаете На машине И через окошку Отдаете деньги В любом месте Вы как пешеход Мы в студии Пешеходы все Мы четверем Да Мы не автоводители Не велосипедисты Если посмотреть Ситуацию Латвии То Мы в Латвии Импортируем Нефтьювие продукты Примерно Только импорт В ценности Одного миллиарда Один миллиард Все Которые пользуются Автотранспортом И всяким другим топливом Мы отдаем Дарьям Другим странам Этот миллиард Можно было оставить Наше здравоохранение Наши дороги И так далее Если мы Придвигались Например на велосипедах Да У нас остается Буквально полторы минутки Скажите Вот сейчас Известно о том Что почта Поднимает тарифы Будет ли это Как-то на руку Способствовать Тому что Повысится популярность Грузовых велосипедов Ну вы знаете Я думаю Да Мы тоже Собираемся Поднять тариф Не по городу Не по Риге Мы только Хотим поднять Тариф Юрмалу Потому что В этом году Почта Нам почтовикам Мы 20 лет Ездили без Без цаулайдес Без цаулайдес Без цаулайдес Нам поставили Нам поставили Но мы им отыграем Пожалуйста Если они считают Что мы плохо работаем Мы тоже поставим То есть вы говорите Сейчас о тех Двух евро Которые необходимо Заплатить при въезде Да Они не пошли на уступки Вам Никак И не в отвиске почты Ни одни почтовикам Не считают Что мы У них остаемся Потому что Сам смысл такой Что ты заезжаешь в город Ты не почешь за стоянку И ты в городе остаешься Поэтому двое Они так сделали Но мы же заехали Уехали Да Но я знаю Что сотрудники почты Не платили Весь прошлый год Несмотря на то Что должны были Потому что считают Что это неправомерно Мы тоже так считаем Но вы платили Будете вернее платить У нас тоже стоит Так что Спасибо У нас в гостях Были представители Велокурьера Олег Столяров И Вестур Силанекс Удачи вам Спасибо вам большое До свидания